Тем не менее, всё-таки кое-что придётся сказать. Вот что такое всё-таки смысл? Я считаю, и с того мы будем исходить в нашем разговоре, что смысл предполагает ответ на вопрос «Зачем?». Зачем я это делаю? Это такой вопрос, который вообще отграничивает совершенно чётко область научного и ненаучного знания. Наука отвечает на вопросы «Почему?», «Как?», «Что?». Это очень важные, очень серьёзные вопросы. Но нет никаких возможностей ответить на вопрос «Зачем?». «Зачем я хожу на работу?». Ну, это такой простой вопрос. Я хожу на работу для того, чтобы зарабатывать хлеб. Однако человеку, живущему некой духовной жизнью, обычно этого ответа недостаточно. Он хочет думать, что он ходит на работу, потому что он сеет разумное, доброе, вечное. Работает для будущих поколений. Или что-нибудь в этом роде. Вот это ответ на вопрос «Зачем?». Вопрос «Зачем?» он, конечно, не находится по ведомству науки, не проходит никаким образом. Так вот, смысл жизни связан с вопросом «Зачем?». Ответ на этот вопрос так или иначе мы должны давать. А истина – это нечто совсем другое. Научная истина, как мы сейчас сказали, научная, подчеркиваю, истина, к вопросу «Зачем?» не имеет ровно никакого отношения. Вот такова наша проблема. Есть неожиданное столкновение. Есть неожиданное столкновение смысла, и есть столкновение смысла истины. Вот тот конфликт между правыми и левыми, который мы уже много лет видим сейчас по всему миру, это на самом деле тоже, ведь если мы копнём чуть глубже, это конфликт между истиной и смыслом. Человек правый, правой ориентации, он всегда выберет смысл жизни. Человек левой ориентации, лево ориентированный, лево закрученный, выберет истину. Правый, как правило, за смысл. Ну, вот где это выражается, скажем так? Ну, человек говорит, правый человек, если это честный человек, это не важно, где он находится, в России, в Израиле, в Соединённых Штатах Америки. Я, наверное, поистине знаю, что моя семья не лучшая в мире, и место, в котором я живу, тоже не лучшее в мире. И, может, там были динозавры, или, может, не были динозавры, я этого тоже не знаю. Я выбираю смысл. Мои близкие не самые лучшие в мире, но они мне близкие люди, и тем они лучше. Были ли динозавры, или нет, я не знаю, но я хочу, чтобы мои дети вели осмысленную жизнь, не кололись наркотиками, и передали нечто в будущее поколение, имели некоторое осмысленное представление о прошлом. Поэтому я хочу, чтобы дети в школе изучали священное писание, скажем, как минимум, а не только математику и физику. А левые люди скажут несколько иначе, они скажут, что нет, давайте всё-таки оставим смыслы в покое, мифологию, поскольку она несовместима, с научной истиной следует отбросить, и я вот, давайте напирать на физику и химию. То есть за этим конфликтом правого и левого, правого и левого, и будем учить вместо священного писания еврейского, давайте учить историю Дубнова, на самом деле раскрывается тот же самый конфликт смыслов и истин. Боюсь, что неразрешимый. На сегодняшний день наметилось некое любопытное разделение труда. Вот возникли специалисты по смыслам, это священностные жители, и возникли специалисты по истинам, это профессора. Договариваются они, как правило, чрезвычайно плохо. Это понятно совершенно, потому что они преследуют совершенно разные задачи. Я возьму в качестве примера то, что я думаю сейчас занимает больше всех, это ужасную войну, которая происходит на Украине, и то, что сейчас происходит в Советском Союзе. Вот я бы назвал бы происходящие там события, это некое восстание смысла. И сейчас нам придется поговорить об этом подольше. Я, как и многие другие слушатели этой лекции, вырос в Советском Союзе. Мы все были уверены, что мы живем в лучшей стране мира, что коммунизм это светлое будущее человечество. Может быть, не все в это верили, однако же какая-то часть коммунистических идей западала в души. В этой лучшей стране мира мы каждый по-своему вносим какую-то свою малую толику, малую лепту, делаем что-нибудь осмысленное и полезное. У нас были общие праздники, например, праздник, которым был общий такой консенсус всего народа, это праздник День Победы 9 мая. 9 мая практически безо всякого исключения, мы все умилялись, плакали, слушали фронтовые песни, собирались за столом, поднимали рюмки, вспоминали убитых, в каждой семье были убиты. Советские евреи особенно имели большие поводы радоваться, поскольку была разгромлена фашистская Германия, совершенно оправданные поводы. И вот у нас было некоторое ощущение осмысленности жизни. У советского человека было ощущение осмысленности жизни. Не у всех, но у огромной части населения, не у всех, я подчеркиваю, оно было. И вот началась перестройка, началась гласность, появились прогрессивные журналисты, рассказали нам о войне правду, рассказали истину, чистую историческую истину. Мы узнали о заградотрядах, о том, как бездарно и нелепо Сталин руководил войной, о том, как страна пришла к войне неподготовленным, о пакте Риббентропа-Молотова, о том, что миллионы людей были просто перемолотые, страшной мясорубкой абсолютно бессмысленно из-за нелепого, непрофессионального, неквалифицированного руководства. Кроме того, утворились просто настоящие преступления, ну, типа тех же заградотрядов, бессмысленных жертв, когда для того, чтобы взять никому не нужную высотку, после приказа «Ни шагу назад», тысячи людей погибали просто не за понюх табака. Вот мы узнали истину. Война предстала перед нами такова, как она есть. Это было страшное преступление, в котором погибло 27 по официальным числам миллионов человек, а на самом деле мы знаем, что их никто и не считал, и смысл неожиданно улетучился. А за что воевали? За что воевали? Зачем воевали? Истину узнали, а смысл стек в канализацию. Пропал. Воевали за что? За то, чтобы советские солдаты там перенасиловали полгермании, или для того, чтобы еще на 50 лет в Польше, в Венгрии, в Чехословакии установили арабский режим. Жизнь потеряла смысл. И так было во всем. Был полностью разрушен советский, старый, добрый смысл жизни. Колхозы оказались просто нелепым, тупым, бессмысленным экспериментом. Экономика в тупике. Все ужасно. Страна ужасная. Одно сплошное преступление. Мир потерял смысл. Истину узнали, смысл исчез. То же, что сейчас происходит в России, это восстание широких народных масс за смысл против истины. Оказывается, что человек в огромном своем количестве, в большинстве своем, всегда предпочтет смысл истины. Он не хочет знать никакой правды ни о концлагерях, ни о ГУЛАГе. Он хочет иметь гармонизированное, налаженное бытие, в котором он знает, зачем он живет. Он хочет, чтобы в жизни был смысл. А истины ему на самом деле никакой не нужны. Сегодня вот этот вот безумный рейтинг колоссальный, который имеет нынешний президент России, он связан именно с тем, что люди хотят смысла. А на истину им совершенно наплевать. Они не хотят ничего слушать и знать ничего о преступлениях сталинского режима. И обо всем прочем они хотят, чтобы в жизни был смысл. Коллективные суррогаты, коллективные суррогаты смысла чрезвычайно опасное дело. Мы их прекрасно знаем. Это первомайские демонстрации, партсобрания, все эти пятиминутки ненависти. Как это ни печально, но смысл переживается и может переживаться только личным образом. А все, что нам подсовывают вместо этого, может оказаться суррогатом смысла и, к сожалению, суррогатом ядовитым. Вот несколько факторов. Первое – это страшная скорость изменения в современном мире. Она обессмысливает мир. А второе – это превращение интеллектуального труда в массовую профессию, стирающую человеческую личность. Мы видим с вами, что этот конфликт, который возникает при этом. Я могу очень профессионально, очень толково и серьезно добывать истину в своей лаборатории, заниматься этим делом. При этом эта деятельность будет совершенно бессмысленной. Дело обессмысливает еще и то, что добыча, выкапывание этих истин очень часто приводит к результатам, которые мы совершенно не можем предвидеть. Вот наука освободила миллиард, золотой миллиард человечества, тяжелого физического труда. Люди перестали тяжело вкалывать в поте лица своего, добывать свой хлеб. Это, казалось бы, прекрасно. У них появилось много свободного времени. Однако в результате люди не начали изучать талмуд греческих классиков в оригинале и с веночками на головах петь псалмы. Ничего подобного не произошло. Что произошло? Люди начали жить на Вилфер, вести паразитическое существование, колоться наркотиками в массе своей или посещать всякие диетические мероприятия, где просто нужно оттянуться и бессмысленно убить время. Вот была бы реализована вроде бы замечательная задача. Не надо тяжело вкалывать, не надо 12 часов в день гнуть спину. Результат оказался совсем не такой, как мы думали. Блестящие успехи современной физики породили в конце концов ядерное оружие. И завтра уже эту лекцию, может быть, будет некому смотреть. Все это мы прекрасно понимаем. Блестящие успехи химии породили наркотики, с которых слезть совершенно невозможно. Никто не имеет даже никакого представления, как можно от них отвязаться. Компьютеры породили компьютерную жизнь. То есть добывание научной истины и само по себе совершенно не придает жизни смысла. Это чрезвычайно важно.